Продолжение следует... Продолжение следует... А вы забавный тип, месье Овсянников. Как вам не стыдно так нагло лгать хозяйке театра? Перестаньте лицемерить. Вы же получили удовлетворение от моих слов. Неужели? С чего вы взяли? Оно в вашем лице отобразилось удовольствие. Вы же простите, я не должен был говорить правду, но вы из меня просто ее щипцами тянете. Вы страшный человек, господин Овсянников. Вы читаете чужие мысли. Напротив, со мной интересно. Но скажите, что это не так. И вы очень самоуверены. Добрый день, мадам Армон. Добрый день, Мария. Добрый день. Здравствуйте. Знакомьтесь. Эта юная очаровательная особа надевает артистов нашего театра. Она еще совсем молода, но у нее отменный вкус и золотые руки. Благодарю вас, Патриция. А это Дмитрий Овсянников, русский офицер. Очень приятно. Мария, лучшая модистка в Орли. Может быть, вы найдете опытнее, но талантливее никогда. Очень приятно. А мы, кажется, с вами встречались, не правда ли, Мария? Простите, пожалуйста, мне нужно идти. Через три минуты начало репетиции, а это первая обкатка моих костюмов. Ни пуха ни пера, Мария. Черт. Ой, простите. А вы ей понравились. Перестаньте, Патриция. Да-да, правда, бедняжке даже сердце растрепетало. Я был бы польщен, если бы мне ответило ваше сердце. Вы забываетесь о месье Овсянников. Ваших дешевых комплиментов хватит лишь для Марии, а не для женщин из высшего общества. Мой вам совет, приберегите свою страсть для Марии. Вы будете отменной парой. Ну, что? Что, что? Где ты говоришь, масло портсигар потерял? В комнате, наверху. Точно? Точнее не бывает. Точнее не бывает. Головой надо было думать. Он бы еще паспорт с собой прихватил. Ладно, иди, жди меня на улице. Мария. Мария, ваши костюмы безупречны. Вы просто чувства вкуса и меры. Благодарю вас. Я хочу открыть вам один маленький секрет, но только при одном условии. Что вы никому не проболтаетесь. Я умею держать язык с зубами. Ваши костюмы местами играют лучше, чем актеры. Неправда. Мадам Армон просто божественна. Но, признаюсь, меня радует ваша похваловая честь. Все-таки приятно, когда спектакль имеет успех. Ну, конечно, мы все живем ради успеха. Конечно. Я надеюсь, мы с вами еще увидимся. Не знаю. Ну, не отказывайте мне, волшебница, Мария. А хотите, мы с вами сходим куда-нибудь пообедать или поужинать? Спасибо, но я не могу. Жестокая Мария. Вы разбили мне сердце. Ну, что ж, прощайте. Постойте. Завтра театр будет пуст. После генеральной всегда назначают выходной. Заходите в гости. Я буду перешивать костюм Пьеру. Я обязательно зайду. Заходите лучше до обеда. Хорошо. О чем вы говорили? С кем? Вот уж не знаю. Ну, и кто же этот красавец? Это я месье Овсянниковый? Он русский офицер, приятель мадам Армон. Мария, признайся, ты бы не отказалась, чтобы он стал твоим приятелем тоже. Франсуа, прекрати. Как тебе не стыдно? Извини, меня ждет Патриция. Мария, не делай глупостей. Я твой самый близкий друг. Франсуа, о чем ты? Я пошла. Да-да. Конечно, я жду тебя завтра. Извини, пожалуйста. Завтра не получится. Мне нужно перешить костюм Пьеру. А кроме меня это никто не может сделать. Не сердись, пожалуйста. Но я же люблю тебя. Да, я тоже, тоже люблю тебя. Я пошла. Витя! Князь! Караваев? Что это ты здесь делаешь? Да так, ничего. Орнамент довольно любопытный, да? Ковер, наверное, персидский. Потерял что-то? Потерял. Что? Портсигар. Именной. Именной. Обидно, если именной. Ну, вот я говорю, что обидно. А как ты мог потерять именной портсигар в спальне у Овсянникова? Ну, пока вы не приехали, я сюда частенько захаживал. С какой целью? С довольно куртуазной, князь. Роман у меня. Караваев. С горничной. Уже пять недель. Стал быть, использовал помещение по назначению. Ну, князь, ну. В доме много свободных комнат. Но... Именно здесь мы встречались с Флоранс. Да я бы, честно говоря, плюнул, но... Жаль, портсигар все-таки именной. Ну, так давай поищем. Ну, что вы, князь, не надо, прекратите. Ну, зачем? Ерунда. Я... Да и пора мне уже. А как же портсигар? В другой раз поищу. Да и некогда мне, честно. Что так? А я забыл. Мне же заправиться надо. Госпожа Юсупова завтра с утра едет в Париж. Честь имею. Месье Гадар, добрый день. А как вы меня нашли? Господин Караваев, я тут... Чего ты шумишь? Тут каждое слово за сто шагов слышно. Вы что, нашли портсигар? Не успел. В комнату зашел Юсупов. Пришлось выкручиваться. Че ты здесь делаешь вообще? Я тебе приказал ждать меня на улице. Да тут такое дельце. Полиция нагрявала. Ты что, выпил? Да не пил я. Один инспектор из Парижа, зовут Жакоб. Я его очень хорошо знаю. Он раскрутил дело об убийстве немецкого посла. Помните, два года назад, такое мутненькое дельце? Да помню, помню. Че же не помнит-то? Че он здесь делает, а? Слушай, ты сейчас не ошибся? Да вот такого размера, что его несколько не перепутаешь. Еще второй был. Жакоб его называл Грегор. Он ему сказал, ты посмотреться возле дома. Че он здесь забыл? В Орли, в доме русской княгини? Не знаю. Господин Караваев. А может быть, по вашу душу? Гляди на каркай. Значит так, слушай меня внимательно. Сейчас едешь в гостиницу. Давай. Я тут разберусь. Ну, давай. Давай. Господин Караваев. Давай, иди, иди. Где? Катя, пусть несут чай. А может, я отнесу чай, миссия Галлонов? Нет, не надо. Катя, пойдите, позовите Андрея. Ну, что, Поль? А, как вы нашли меня? А кто такой Андрей? Андрей? Это мой племянник. Он три дня как вернулся из Москвы. Ну, так что, как? Какими судьбами? Как вы нашли меня? У вас что-то случилось? Милая княгиня, ради всех святых, пожалуйста, не беспокойтесь. У меня случилась небольшая неприятность. И поскольку вы единственный человек в этом городе, с кем я знаком, я имел наглость явиться прямо к вам. Ну, что ж, а давайте рассказывать начистоту, что случилось? Мне право неловко говорить, но меня обворовали. Боже мой, какое несчастье, а как это произошло? Да я и сам не знаю. Зашел в ресторан, был кошелек, вышел из ресторана, нет кошелька. Я позвонил в Париж, мне пришлют деньги послезавтра. Вот. Да, ну, я вся во внимании, что? Ну, я не могу, не вы могли бы мне одолжить денег на три дня на гостиницу и еду? Ну, конечно, милая Поль, ну, конечно. Вернете, как сможете. Вы ангел. Да, да. Вы знаете об этом? Да, 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 знаю, знаю, знаю. Чаю не хотите поопить с ангелами? Хочу. Хорошо. Да, сейчас. Не вставайте сидеть. Андрей, тетушка зовет вас к чаю. Катюш, нам надо поговорить. О чем? Что происходит в доме? Андрей, о чем-то? Ну, хватит. Ты прекрасно понимаешь, о чем я. Андрей, я думаю, этот вопрос вам лучше задать своей тетушке. Я думаю, она даст вам ответ более чем подробный. Пойдем пить чай. Марго уже вернулась? Вернулась час назад. Вся в слезах. И сообщила, что она не согласилась стать женой Кристиана. И чем она это объясняет? Она заявила, что влюбилась в русского офицера. По-моему, этот тот самый, которого пригрела твоя милая Анастасия. Что ты вечно придираешься к этой бедной Анастасии? Что это за ревность? Не такая она уж и бедная. И, пожалуйста, не кричи на меня, дорогой. Папа, если ты кричишь на маму из-за меня, то не стоит. Я не люблю Кристиана и не выйду за него замуж. Ну, за что мне все это? Ну, вы должны пожениться. Хотя бы память об отце Кристиану. Мне не нравится, Кристиан, папа. Раньше нравился. А теперь, видите ли, не нравится. Я ненавижу его, слышишь? Он врал, что любит, а сам потерял голову из другой женщины. А когда я попросила его все мне рассказать, он назвал меня дурой и отправил домой. Представляешь, папа, из-за какой ты дешевый куртизанки. Ненавижу. Маргу, успокойся. Успокойся и поговорим. Да, это женщина блистательная, очаровательная. О ней мечтает весь Орли. Ну, и что ж ты хочешь? А двадцатилетнего юноши. Кто она, папа? Я знаю ее. Конечно, солнышко мое. Конечно. Ты ее знаешь. И она для тебя самая лучшая, интересная женщина в мире. Не может быть. Ты хочешь сказать, что это Патриция? Да, Марго. Да, милая, это Патриция Армон. Добрый вечер. Знакомьтесь, это мой любимый племянник Андрей. Он только что прибыл за Россию. Слава Богу, покинул эту ужасную страну. Катрина, наша воспитанница. Муж взял ее с приюта, когда Кате уже было восемь лет. Теперь она у нас красавица. Правда? Вы прелестны. Благодарю вас. Право же Анастасия преувеличила. А это, дорогие мои, мой новый знакомый. Годар. Коммерсант. Я познакомился с вашей тетушкой в поезде по дороге в Орли. Потом меня ограбили. Вот, собственно говоря, история моего появления за вашим семейным столом. Все, Годар. Вы, Андрей, знаете, ваша тетушка, она просто ангел. Ангел. Знаю. Садитесь. Добрый вечер. Извините, если помешал. Митя, ну наконец-то. Где ты пропадал? Ну как нога? Нормально. Митя, садитесь к столу. Я чувствую, должна взять на два меша. Спасибо. Браво, Стаси. В этом случае с ним ничего не случится. Извините, я, кажется, забыла платок в комнате Дмитрия, когда Андрея звала. Я вернусь. Катюша, возвращайся поскорее, нам без тебя ужасно скучно. Хорошо. Поль, знакомьтесь, Дмитрий Овсяников, доблестный русский офицер, лучший друг моего Андрюши. Поль Годар, коммерсант, познакомился с княгиней, когда она возвращалась из Парижа. Вы вчера были в Париже? Да, я сделала за галстуками для Патрика, но это секрет, он их терпеть не может. Катюша где-то запропастилась. Патриция погубила семью Гаше? Великолепно милая Патриция? Папа, что ты хочешь этим сказать? К чему эти выдумки? Марго, я сказал только то, что хотел сказать. И хватит об этом! И прошу, позвони Кристиану и скажи, что мы его приглашаем на ужин. И впредь я прошу тебя, будь с ним помягче. И запомни, что у него, кроме нас, больше на этом свете никого нет. Я его люблю. Как сына. Ну так усынови его, в чем же дело? Я буду любить его больше, когда он войдет в наш дом твоим мужем. Папа, ты разве не слышал, что я сказала? Я полюбил другого человека. Маргарита. Отец, я не собираюсь говорить с тобой о замужестве. Марго, у тебя будет очень трудная судьба. Да почему ты так считаешь? Ты влюбчива, взбалмошна. Ты вся в свою маму. Все женщины влюбчивы, взбалмошны. Пока не полюбят по-настоящему, раз и навсегда. Ты хочешь сказать, что наша дочь этого нищего русского полюбила навсегда? Да. Да. Ну, я не знаю. Ну, конечно, навсегда. Он такой забавный, у него реснички завиваются. Что за бред? Что за реснички? Что у него за душой? Что он дать может тебе? В этой жизни? Дорогой, в этом нет ничего странного. Когда я влюбилась в тебя, у тебя за душой были твои 40 лет, твое сумасшедшее обаяние и твои золотые пулеты. Давай то, что было у меня, поговорим чуть позже. И, дорогая Афанни, тебе не кажется, что пора на ежедневную прогулку? Ты, как всегда, чрезвычайно внимательна. Папа, и ты мне будешь говорить, что женился на маму по любви? Марго, сегодня ты что-то много себе позволяешь. Иди к себе, немедленно. Я сам позвоню Кристиану. Об этом русском, чтобы я больше не слышал. Ты меня поняла? О, да, конечно, папа. Я тебя знаю, как никто, ведь я твоя дочь. Патрик, что происходит? наконец-то. Девочка моя. Патрик, что происходит? Твоя болезнь затянулась на две недели, я думала, что сойду с ума. Как ты? Головокружение уже прекратились? Когда я вижу тебя, я совершенно здоров. Я так скучаю. Ну, почему ты ко мне не приходишь ночами? Милый, как я могу к тебе прийти, когда она-то все время с тобой, то закрывает тебя на ключ? Тебе не кажется это странным? Нет, нет, нет. Она бережет мое здоровье. Если бы не ее это чудодейственное лекарство, я бы, наверное, уже умер. Ну, ты помнишь, что сказал доктор? Ну, что же нам делать? Я не могу так больше не видеть тебя сутками, это выше моих сил. Надо терпеть. Осталось совсем немного. Да, в неделе две доктор сказал, через две недели я буду совершенно здоров. Да. А потом мы ей все скажем. А сегодня я дам есть снотворное и приду к тебе. Хорошо? Да. А где Анастасия? Она задержалась в Париже. Будет завтра утром. Она очень волновалась о тебе. Патрик, хочу остаться. Котенок, спокойной ночи. Ну, повернись и посмотри на меня. Я люблю тебя, Патрик. Что ты говоришь? Ну, что ты говоришь? Я люблю тебя. Маленького котенка больше нет. Я люблю тебя и хочу быть с тобой. Я знаю, что ты тоже любишь меня и хочешь того же. Ну, не молчи, слышишь? Слышишь? Спокойной ночи. Патрик, когда закончатся эти мучения? Мне стыдно смотреть ей в глаза. Но я не могу без тебя. За любовь надо бороться. Я обязательно сегодня ночью прийду. Ты жди, ладно? А я ненавижу поезда. Предпочитаю путешествовать на автомобиле. Помилуйте, Поль, чем вам не угодили поезда? Все же таки цивилизация? А я тряски не люблю. И потом эти пустопорожные разговоры с соседями. Все время нужно поддерживать беседу. Ну, мы сам о собой ужасные истории в наши смутные времена. Что вы имеете в виду, Поль? Ограбление, убийство. Это же просто ужасно. Убийство? Что это за бред? Это не бред, молодой человек. Не далее, как четыре дня тому назад человека убили в поезде. Просто взяли и зарезали. И говорят, что это сделали два каких-то молодчика, иностранцы. А он ведь хотел сходить в Орли. Ну, у вас. Не знаю. Мне кажется, что все это сказки. Это и сказки, молодой человек. Мне об этом рассказал проводник, который этого убитого нашел. Господи, какой кошмар. что, мы Самое главное, вы там нигде не наследили? Где? В вагоне с бриллиантами. Обижайте, господин Караваев. Все чисто. Чисто. Откуда тогда твой Жакоб знает, что убийц было двое, и что они были иностранцами? Это когда это он такое сказал? Да вот сейчас такое сказал. За столом. Ничего себе. А что с тобой делать? Значит так. Сейчас езжай к себе. Позже я с вами свяжусь. Может подстраховать? Сам разберусь. Повеселили вы нас на ночь глядя. Кстати, о который час? Ухожу, ухожу. Я вам очень благодарен, княгиня. Я, как и обещал, деньги вернусь через два дня. Ну и спасибо за угощение. Постойте, Поля, я вас отправлю на машине. Да, мадам? Флоренс, найдите Караваева, передайте, что он срочно мне нужен. Сию минуту, мадам. О, Катюш, нашла свой платок, да? Долго искала. Заварился за комод. Угу. За комод, как там Патрик? Не знаю, вы же велели его не беспокоить. А, ну да, ну да. Вызывали? Да, голубчик, отвезите месье Гадар в гостиницу, только под самый порог. Слушаюсь. Княгиня, я вам безмерно благодарен за этот вечер. Месье, буду рад увидеться с вами снова. Всем спокойной ночи. До свидания. Стасия, ну куда ты гонишь человека в ночь? О ком? О кроваеве. Это его служба. Я понимаю, но вам же завтра ни свет ни заря ехать в Париж. Что за чушь? Завтра ни свет ни заря я буду спать. С чего ты взял, что я должна ехать в Париж? Не знаю, наверное, показалось. Ладно, Стасия, мы с Митей пойдем спать. Спасибо за ужин. Спокойной ночи. Спасибо за ужин, спокойной ночи. И в этот вечер, там у окна, тогда, я говорила с вами, вы увлекли меня прекрасными словами. Нет, эту мысль гоните. Здравствуй, Патов. Добрый вечер, месье Гоша. Зачем же так официально? Такая. По-моему, мы обо всем договорились, не так ли? А сейчас, простите, у меня действительно нет времени. У меня нет времени, Крис. Ты не за чем выяснять с тобой отношения. Я знаю, что ты не такая. Я всегда чувствую, когда ты настоящая. Настоящая ты страстная, чувственная, необыкновенная. Со мной ты холодна. Ты как льдина. Скажи мне, зачем тогда вы вообще нужны наши встречи? Я снежная королева. Что? Снежная королева. Пьер всегда называет меня так. Боже, как это точно. А мой супруг во всем точно. Будь любезна, принеси мне пепельницу, она на журнальном столике. Благодарю тебя. Прости, пап, я случайно прочел. А что это такое? А тебя, мой хороший, в детстве не учили, что дурно читать чужие письма. А от что это? Это отчет частного детектива. Ты следишь за собственным мужем? Угу. А также за теми куртизанками, с которыми он в данный момент проводит время. И много у тебя уже таких отчетов? Зачем тебе? Да так, юношеское любопытство. Хорошо, я удовлетворю твое юношеское любопытство. Тот, который ты только что прочитал. Третий. Третий. Подожди, но... И наша эта встреча... Третья. Правда? Как забавно. Так вот, значит, все для чего. Конечно. Всегда под рукой. Всегда готов на все. Твоя месть. В общем, моих чувств. Не знаю, мой друг. По-моему, не стоит Так драматизируется. Знаешь, кто ты? Снежная королева. Нет. Ты... Прекрасное чудовище. Да, я правильно называю тебя твой муж. Ты действительно снежная королева. Такая же холодная. Такая же бездушная. И такая же прекрасная. Скажи, пожалуйста, ты готовил эту речь все те два года, которые мы с тобой не виделись? Неужели прошло уже два года? Да. А сколько всего произошло? Я потерял отца. Мать сошла с ума... Послушай, Кристиан, мне очень жаль, что так произошло. И я сочувствую всей душой, но... Мне сейчас действительно очень некогда. Прости, пожалуйста. А ты сменила духи. Тогда ты пахла... Терпко-терпко. С горчинкой. Женщина-полынь. Этот аромат сводил меня с ума. И отца тоже. Немедленно перестань. Ну, хорошо. Говори, что ты хочешь сказать, и уходи. Говорю и ухожу. Я решил жениться на Марго. Я поздравляю тебя. Но я-то тут при чем? А при том, что Марго, когда я сделал ей предложение, попросила меня рассказать о тебе. Обо мне? И ты что-то ей рассказал? Скажи, рассказал? Да как ты посмел? Успокойся. Она ничего не знает, но... Что но? Но отрывочно. Она, вероятно, помнит историю моего грехопадения. И, наверное, ей кажется, что я до сих пор люблю ту женщину. Ну, то есть тебя. Ты должна разрешить мне рассказать ей и все. Ну, или хотя бы назвать твое имя. Иначе Маргоша не выйдет за меня замуж. Ну, конечно. Наконец-то сольются такие два мощных капитала. Пат, я не могу потерять ее, потому что чище и светлее существа в моей жизни не было. Благодаря ей я понял, что значит просто любить. Боже. Какие красивые слова. Мой мальчик вырос. Послушай, я запрещаю тебе связывать мое имя с твоим. А иначе, мой влюбленный мальчик, я расскажу всем, и прежде всего твоей невесте, очень интересную историю о том, как погиб твой отец. Ты все понял? Ты так рано? Да, дорогая, мы собирались поужинать. Мое почтение, миссия Гаше. Что вы так поздно делаете в театре? Дело в том, что Кристиан зашел ко мне на репетицию, а потом решил поделиться своими впечатлениями. Правда? Ну и как вам Пат в новой роли? Ну, расскажи, как. Как всегда, прекрасно. Не буду вам мешать. Дорогой. Откуда этот Гаше знает, что я называю тебя Снежной Королеей? Ты понял, о ком говорил Толстяк? Да, конечно, о нашем соседе. Как будто все это не с нами происходило. Да. Слушай, а тебе не кажется, что этот Гадар слишком хорошо осведомлен? Брось, Митя, эти твои вечные подозрения. Лучше скажи, как твоя нога, и почему ты так поздно вернулся? Нога болит. Доктор говорит, что ничего страшного, нужно поделать компрессы, и все пройдет быстро. А вот после доктора я зашел к твоей Пат поблагодарить ее за помощь. Ты зашел к Патрисии? Ты шутишь. Да, я шучу. Ну и как она тебе? Ну, расскажи, как она выглядит. О чем говорила? Про меня спрашивала. Выглядит она прелестно. Да, и очень идет трико. А теперь она не спрашивала. Да, мне порекомендовала приударить за Мари. За Мари? Да, узнаю Пат. Ты, видно, позволил себе в отношении нее что-то непристойное. Слушай, Андрюш, я больше не хочу говорить о ней. Красиво, некрасиво. Хорошего они, хорошего, неважно. Расскажи мне, что у тебя новенького? М-м-м-м. Я знаю, что отсюда ушел Караваев. Мы мило беседовали. А что это вы мило беседовали у меня в комнате? А он заходил к тебе в гости. Странно. Любовался твоим ковром. Ты шутишь? Не знаю, во время нашего разговора непринужденного он шарил по нему глазами. А что это он искал в моих апартаментах? Я спросил у него то же самое. Он отговорился, сказал, что потерял именной портсигар, когда шарил здесь с Флоранс. Ничего себе. Слушай, а давай-ка мы поищем то, что он искал. Откуда этот гаша знает, что я называю тебя снежной королевой? Пьер, мы, кажется, собирались с тобой поужинать вместе. Давай не будем портить друг другу настроение. Патрица, как-то у тебя все легко. Вдохновение, настроение. Ты хочешь продолжать? Ты хочешь, чтобы я оправдывалась перед тобой? Ну, хорошо. Да. Кристиан Гуше зашел ко мне в театр. Он хотел посмотреть мою репетицию. Пат, а тебе не кажется это странным? Что именно, Дра? Странным то, что ты пускаешь его на репетицию, хотя всем остальным запрещаешь даже близко подходить к театру. Странно то, что он знает аромат твоих духов. еще более странно, что тебе что-то известно о самоубийстве Гаше Старшего. А, Патрица? Боже. Боже. Какая мерзость. Что ты имеешь в виду, дорогая? Пьер, неужели ты подслушал? Как это низко, Пьер. Ты понимаешь, у меня такое ощущение, будто бы я искупалась в грязи. Хватит. Хватит изображать из себя великосветскую даму. Что ты имеешь в виду? Господи, как же было право моей мамы? Твоя мамочка была категорически против твоего брака с третиразрядной артисткой. Но ты не послушался ее и осчастливил несчастную Патрицию Блянш, превратив ее, между прочим, в потрясающую несравненную Патрицию Армон. Я нашел то, что искал Караваев. Нашел? Да. Портсигар. Караваев не соврал. Но здесь одно из двух. Или он действительно пользовался комнатой для свидания с горничной, или он потерял его тогда, когда искал здесь драгоценности. Ты думаешь, Караваев в этом замешан? Ну, а почему бы и нет? Ну-ка. Инициалы его. Николаю Колокольникову за смелость и мужество начальник Губчика Малышев. Ничего себе.